...и команду на этом представлении. Участвовать как всегда будут все желающие, как спорные, так и зрители. Розыгрыш находит через 20 минут, так что активнее проходим в чайную зону и заполняем лотерейный бильяр. Заключительный матч сегодняшнего тура для Русалой Первой. Сегодня для Нардеа. Обе команды у нас лидировали после предыдущего тура. Перед началом тура сегодняшнего. У Русал было 19 очков. Первое место в первом дивизионе у Нардеа было 10 очков. И первое место в дивизионе номер 2. К настоящему моменту Русал отстает. Пока от Комуса, который на первой строчке. Но вот имеет игру одну в запасе. Сейчас, сразившись с Нардеа, тоже будет у Русал 11 матчей. Так что если играет в ничью, то по количеству игр и баллов с Комусом сравнивается. Если обыгрывает, то выходит на промежуточное первое место. И будет дожидаться того, как отыграют свои поединки. Ну, в первую очередь, Газпром Интернешнл. Вторую РСВО. Это вот два основных преследователя. Если Русал несколько очков не набирает, то остается на втором-третьем месте. Опустится, ну, вероятно, еще ниже после выступления РСВО и Газпром Интернешнл. Ну, а Нардеа. Их уже обогнали футболисты Тинькофф. У Нардеа 10 очков, у Тинькофф 11. И 12 баллов у МТС Банка. Но здесь, внимание, у МТСа 12 после 7 встреч. Так что еще у МТС есть определенный резерв игровой. МТСа сегодня еще предстоит матч против Газпром Интернешнл и против Московского Кредитного Банка. Не самые простые соперники. Далеко не самые простые. Но уже за сколько-то очков попробует наверняка МТС Банк зацепиться. Хороший шкот команда смогла набрать. Так что играют два лидера. И по идее это должен получиться самый главный, основной матч. Ну, по крайней мере, за сегодняшний день. Пока мы не видим привычного штурма на стартовом отрезке матча от Нардеа. Видимо, решили они силы поберечь. Газпром Интернешнл и МТС Банк. Парк. 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 Неправильно введен сейчас мяч из аута, а портная нога оказалась в площадке. Ордео с мячом, так, кстати, про результаты Русал мы сказали, но не раскрыли их подробно. Русал ничья была с Комусом, счет 0-0 и победа над Тинькофф со счетом 3-1. Аут водит Русал. Серый, не увлекайся, Сережа. Фолл на РДА. Второе нарушение. Шесть минут сыграно. Стоять, что опасных моментов пока мы не видели. Сережа. Сережа. Рево, лево. А то, гадильяка. Не лезь, не лезь, не лезь. Иди отсюда. Иди отсюда. Иди отсюда. Иди отсюда. Ошибка при приеме мяча. Сережа. 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 Семена. Ерната. Юра. 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 И вот Нарде наконец-таки переходит на чужую половину поля. Получили они право на угловой. Сейчас нужно быть внимательны игрокам «Русал». Всех соперников разобрать и закрыть. Краков, товарищи! Беги! Мочи! Краков, товарищи! Первый! 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 Осихин. Снова оборная нога в площадке оказалась. Вперёд! 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 Назад! Юра, нура! Пришло дело в итоге до удара, но особой опасности не представлял он. И забрасывает. Забрасывал. Королёв мяч, чужую штрафную. Последняя минута первого тайма. Семенов, последнюю минуту. Юра, Юра, слил. Не торопятся, как обычно, впрочем, Русал. Чувствуют, что времени еще много, главное силы сохранить на вторую десятиминутку, а там и видно будет. Вторая десятиминутка начнет совсем скоро, сейчас пока небольшой нас ждет перерыв. Второй тайм. Ну, здесь должны, вот уже начинают форсировать события футболиста Русала. Ничья их ни в коем случае не устраивает. Есть кому делать передачу, придерживать мяч тоже не стоит. Все правильно было сделано, разыгрывали стеночку, но немного, немного пришла передача. Повторю, непросто было до мяча дотянуться, фолл в атаке. Он уже стоял, он даже с фортарем не боролся с фортарем. Время идет. Время идет. Поменяйте, ребята. Надо продолжать игру, все нормально с фортарем. Сумел подняться и обойтись даже без медицинской помощи. Четвертый номер Русал спокойно сопроводил мяч за пределы площадки. Снова награждают его мячом. Без особых проблем выходят из-под прессинга игроки Русал. Компания «Ствердка» 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 «Андрюк» Четвертое нарушение НРД Сразу разыграли и пятый фол здесь Теперь уже с желтой карточкой Итак, пять фоллов у НРД Каждый последующий будет наказан 10-метровым штрафным ударом Прием, удар Там, да, показалось, что Надо смотреть Потому что понять, что показалось, что не показалось Но момент опасный Наверное, даже самый опасный Вы видели прямо сейчас Ну, лезть вперед в надежде на фол Конечно, решение неплохое С учетом того, что пять нарушений у НРД Но последнему защитнику Так идти в обводку, это, конечно, решение прометчивое И заталкивает мяч Ну, пять минут еще играть Так что ни в коем случае не стоит НРД руки-ноги опускать и останавливаться Времени предостаточно Перебор с фолами единственный может помешать Слава, немного не точно Садись еще Садись еще, Серега Смином Сам Юра решает Юра решает Юра решает Иш играет Фол Теперь уже у Русала Но у них только первое нарушение Выполнять штрафное нужно после сигнала Сначала стенку установить требуется Стенки два человека и вратарь Такое решение Такое решение Ну, это однозначно нарушение О чем тут можно говорить Шестой фол и 10-метровый удар То первый сейчас будет на мяче Нет, уходит он все-таки за пределы поля 10-метровый не реализован Главой удар Здесь нарушение со стороны Русал Во-первых, на добивании здесь с ленточки Защитники мяч Все, уходи Все, уходи Все, уходи Уходи Дальше Идет уже последняя чистая минута Идет уже последняя чистая минута 35 секунд На бой играет Русал Вратарь Вратарь выходит Контратаку Контратака может пойти у Русал Достаточно просто остановиться и постоять рядом с флажком Но нет Принято другое решение И забивают они второй гол Я подсказывал Так, мы пойдем на лотоху Далее Далее Вратарь Принято Казал А первая Принято Продолжение следует... Продолжение следует...